Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Муравцева Анастасия Леонидовна. Я врач-патологоанатома медицин-онкологии имени Николая Николаевича Петрова. И сегодня мы с вами поговорим об особенностях морфологической верификации гемобластозов. И в частности, поподробнее остановимся на значении морфологического исследования лимфоузлов при лимфоме. На то, насколько полным и корректным будет заключение врача-патологоанатома, очень сильно влияет при аналитических этапах. И что касается диагностики пролиферативных заболеваний, очень большую роль играет выбор места забора биопсинного материала. Существует несколько правил, следуя которым мы выбираем лимфоузлов для биопсинного исследования. Первое правило забирается наиболее клубный лимфоузел. Второе забирается самый глубоко расположенный лимфоузел. И третье забирается наиболее атипичный углеящий лимфоузел по данным лучевых методов исследования. На этом слайде мы видим изображение лимфоузла. Что с ним, так сказать, не так? Часто у пациентов с лимфодонопатией глубоких лимфоузлов выявляются увеличенные паховые лимфоузлы. И для диагностической цели часто берутся именно паховые лимфоузлы. Но следует учесть, что именно паховые лимфоузлы не увеличены у многих взрослых людей. Очень многие взрослых людей именно в паховых лимфоузлах мы часто можем наблюдать реактивные изменения, такие как выраженный висит от 100 синусов, фиброз и коллагеноз. И если мы забираем паховый лимфоузел для верификации процесса, то мы можем либо не получить диагност, потому что это неспецифическое поражение, либо если врач, который будет проводить исследование, он не знает о локализации лимфоузла, а такое часто встречается, что у нас нет никаких клинических данных, это может привести к неверной интерпретации. Следующий пункт – это выбор варианта забора биопсийного материала. Здесь будет несколько видов биопсий. Это функционная, тонкая игольная и толстое игольная, она же трепанобиопсия, инцизионная биопсия и экстезионная биопсия. Мы можем на слайде видеть трепанобиопсию, инцизионную биопсию и экстезионную биопсию. Золотым стандартом для диагностики лимфопролиферативных заболеваний является именно экстезионная биопсия, когда забирается лимфоузел вместе с капсулой и полностью исследуется. Почему мы почитаем на экстезионную биопсию? Во-первых, сохраняются все структуры лимфоузла. Мы можем стоверно оценить гистерархитектонику опухоли и то, как она взаимодействует с окружающими структурами нормальной ткани. И поскольку у нас много материала, мы можем широко использовать дополнительные методы исследований, такие как лимфоузел, гистерхимия и гибридизация инсиду, если понадобится. К ее недостаткам относятся сложности и достаточно высокая травматичность. К лимфоузел – это маленький орган. Следующий вид – это трепанная биопсия. К ее плюсам относятся некая простота и малая травматичность по сравнению с экстезионной биопсией. К недостаткам относятся то, что у нас ограниченное количество материала, потому что у нас присутствуют артефакты раздавливания, артефакты агментации, то есть деформации материала. Мы не можем достоверно ценить гистерархитектонику опухоли. И поскольку у нас мало материала, мы ограничены в возможности использовать дополнительные методы исследований. Также бывает и такое, что лимфоузел поражен лимфомой не тотально, а парциально. И при выполнении трепанной биопсии мы просто можем не получить участок поражен лимфомой. И таким компромиссным вариантом между экстезионной и трепанной биопсией является инстезионная биопсия. К ее преимуществам относится то, что забирается больше объема материала, чем при трепанной биопсии. У нас больше возможностей оценить гистерархитектонику опухоли. И поскольку у нас больше материала, у нас больше возможностей для применения дополнительных методов исследований. К недостаткам относятся высокая травматичность и сложность, так же, как у экстезионной биопсии, так же, как у инстезионной биопсии, деформация материала и нарушение гистерархитектоники. И следует отметить, что инстезионная биопсия – это такой операторозависимый процесс. То есть, когда хирург, хирург выполняет инстезионную биопсию, к ней прибегают, в особенности, когда у пациента конгломерат измененных лифоузлов и нет возможности выделить один и выполнить инстезионную биопсию. Так вот, это операторозависимый процесс. И когда хирург берет инстезионную биопсию, он не всегда может макоскопически четко разграничить какие-то парадморальные изменения, то есть фиброз, либо четко дифференцировать жизнеспособную опухоль или некритизированную опухоль. И это может привести к тому, что у нас много кусочков, много материала, но при этом информативного материала, доступного для анализа, достаточно мало. И не лишне будет еще рассказать о фиксации, потому что это на самом деле очень важный этап, очень важный этап прианалитического этапа, потому что при нарушении фиксации появляются артефакты, которые изберут морфологическую картину опухоли, а также может быть невозможным качеством выполнения именно из химического исследования, которое тоже будет приводить к неверной диагностике. Что касается фиксации, для фиксации материала используется 10% нейтральный забуферный формалин, никакие другие жидкости, спирт, глицерин, фидроствора для фиксации не используются. Фиксирующую жидкость заливают сразу после взятия материала, и объем формалина по соотношению к стопку ткани – 1,20. То есть на этих фотографиях мы видим, что достаточно крупный лимфоузел с паранодальной жировой клетчаткой погружен в фиксирующую жидкость, в лучшем случае, если один к одному, он еще и как айсберг плавает. Полностью не будет фиксирован, и это может привести к артефактам и окрашивания индекса химического, и артефактам графологических заменений. И такое тоже бывает, что материал заливается в баночки из-под бухи, так делать тоже не стоит, потому что непонятно, из чего оно сделано, непонятно, как это все будет взаимодействовать с формалином и к чему это приведет. И переходим уже непосредственно к интерпретации морфологических изменений, то есть аналитические этапы. Когда мы смотрим на лимфоузел, либо на биопсию лимфоузла, эксидионную, эксидионную, либо на биопсию, нам нужно понять, что перед нами. То есть это реактивный процесс, либо опухоль, реактивные процессы, особенно при вирусных заболеваниях, при инфекционном муклеозе, могут имитировать опухоль. То есть ей выглядит достаточно страшно. И если мы точно видим, что есть опухоль, нам нужно понимать, это лимфома, либо это ампистатическое поражение лимфоузла. Диагноз лимфопролиферативного заболевания, он строится на анализе клинических данных, которые, к сожалению, не всегда нам предоставляют, но именно клинические данные, они влияют на диагноз в целом, потому что нам нужно знать полный возраст пациента, так как в разных возрастных категориях те или иные лимфомы, аналогические единицы, они распространены с разной долей вероятности. Диагноз ставится на основе морфологических данных и данных иммуно-химического исследования, то есть на иммунофенотипе опухоли. И прежде чем говорить о диагнозе, когда мы анализируем материал, мы всегда анализируем строение лимфоузла, которое у нас в материале, насколько оно нормальное. То есть сохранена ли архитектура лимфоузла, то есть сохранена ли зональность, правильно ли взаимоотносятся эти зоны, правильно ли расположены структурные элементы в узле. Состояние синусов оценивается. Оценивается состояние капсул, если экстронадальное распространение, то есть распространение инфильтратно-жаровых ключевых, окружающих. И также мы оцениваем характеристики фолликулов, то есть мы оцениваем первичные, вторичные лимфоидные фолликулы, где они расположены. У вторичных лимфоидных фолликулов мы оцениваем зональность и поляризацию гереминальных центров. А также о наличии макрофагов, фагоцитирующих клеточный нитрит гереминальных центров. Как это выглядит на примере? Перед нами есть изображение двух лимфоузлов. И там, и там мы видим, что есть энодулярные структуры подобие фолликулов. И если в случае справа мы видим, что зона мантии, маргинальная зона, не дифференцируется. Вот эти подобия гереминальных центров, в них нет ни светлых зон, ни темных зон. Нет макрофагов, фокуцирующих датрит. Фолликулы расположены вплотную друг к другу, близко к спинке. То на фотографии справа мы видим, что количество вторичных фолликулов увеличено, они разного размера. Тем не менее, дифференцируется зона мантии, маргинальная зона. В гереминальных центрах мы можем видеть темные центры и светлые центры. И множественные макрофаги, фокуцирующие клеточные институты. При иммуногистохимическом исследовании мы обращаем на себя внимание, что в гереминальных центрах экспрессируется BCL2. Справа же нет. То есть как должно быть в норме BCL2 в гереминальных центрах вторичных лифоидных фолликулах не экспрессируется. И на основании морфологической картины, ну и немного именно фенотипа опухоли, мы можем делать вывод о том, что справа, слева перед нами фолликулярная лифома, а справа фолликулярная гиперплазия лимфоузла. Если же нам очевидно, что в лимфоузле присутствует опухолевая ткань, мы всегда оцениваем гистер-архитектонику, то есть это расположение количества опухолевых клеток, это характеристики стромы и микроокружения. Что касается именно опухолевых клеток, мы рассматриваем цитологические признаки, это ядро и цитоплазма. Это работает на примере. Перед нами такой классический вариант, классическая лимфома Ходжкина с нобулярным склерозом. Что касается гистер-архитектоники и стромы, то есть мы видим, что капсула лимфоузла очень сильно утолщена, причем неравномерно утолщена. Мы видим крому, прослойки плотной фиброзной ткани, которая формирует такие нодули за счет того, что лимфоидная ткань отображена прослойками фиброзной ткани. Мы видим микроокружение, то есть множественные малолимфоциты, плазмоциты, эзинофильные гранулоциты, и среди которых расположены опухолевые клетки. Их немного по соотношению с фоновым фильтратом. И опухолевые клетки выглядят следующим образом, то есть у нихобильная цитоплазма, округлое, это просветленное визипулярное ядро, в котором расположено, центрально расположено ядрышко, и размером это ядрышко около размера малого лимфоцита, то есть вот можно сравнить. То есть перед нами классическая гистархитектоника и цитологические приемы, это признаки классической лимфомы Ходжкина. Следующий момент, на который стоит обращать внимание, то есть если мы видим, что опухоль очевидно есть, не всегда мы можем точно сказать, что это лимфопролиферативное заболевание, а не вторичное поражение. Как в следующем примере. Если мы видим трепангиоптат лимфоузла, в котором тоже на фоне малых лимфоцитов и зенофильных гранулоцитов расположены такие крупненные клетки рассеянные, то есть при окраске гемотоксилиным азином каких-то структур они не формируют. И когда в таких случаях, когда нам не очевидно органной принадлежности опухолей, мы всегда можем начинать с маркеров линейной дифференцировки, таких как мультикератин, которые чаще всего экспрессируются в эпителиальных опухолях. Конечно, везде исключения бывают, но тем не менее, будем считать, что мультикератин это маркер эпителиальных опухолей. Эта панель может включаться 100 или СОГОС-10 это маркер, который, как правило, экспрессируется в меланомах. И CD45 это пан-клетоцитарный маркер. На данном сайте мы видим трепан-биоптаз с клетоцитарным пластоклеточным раком. Выпишли каким путем выяснили, что опухоль экспрессирует мультикератина, то есть, что это эпителиальная опухоль, и уже на основе каких-то морфологических признаков, на основе локализации это лимфоузел шеи и выяснили, что это метастоптус креточного рака, который экспрессирует ПСО. Бывают обратные ситуации, когда по тому, как опухоль расположена в лимфоузле, по ее цитологическим характеристикам, мы думаем, что это вторичное поражение. Как на этом слайде, мы видим, что опухолевые клетки, они плывают с собой силосы и также внутрисосудистые режимы. Как правило, так выглядят метастазы в лимфоузлах, но в данном конкретном случае изображена токлеточная анапластическая крупноклеточная лимфома, которая может иметь такой паттерн роста и которая может не экспрессировать CD45, который является маркером лимфоцитарных дифференцировок. И это тоже следует учитывать при постановке диагноза, то есть, что не всегда вторичные поражения выглядят как вторичные поражения, то есть, то, что вторичные поражения либо эпидериальные опухоли с выраженной лимфоцитарные строганы могут имитировать лимфопролиферативных заболеваний, так и лимфопролиферативные заболевания могут имитировать вторичное поражение. И раз уж мы заговорили о иммунно-статархимическом исследовании в диагностике лимфон, то есть когда мы морфологически понимаем, что перед нами иммунно-статархимическое исследование либо мы выполнили иммунно-химическое исследование с маркерами линейной дифференцифорки и выяснили, что это лимфопролиферативное заболевание. Для типирования процесса мы используем B-линейные маркеры, T-линейные маркеры, позвоклеточные маркеры, то есть чтобы понять, какая перед нами опухоль. И также мы оцениваем их экспрессию и расположение внутри лимфоузла. Кроме того, в диагностике лимфопролиферативных заболеваний мы используем не только линейные маркеры, но и маркеры, которые в норме не экспрессируются. И это доказывает то, что перед нами лимфопролиферативное заболевание. Таким маркером является TDD. TDD – это маркер незрелых лимфоцитов, которые в норме могут экспрессироваться в незрелых клетках и в лимфоцитах тимуса. Но когда мы видим в лимфоузле плотно-диффузные измертраты из среднего размера клеток с кубластом парфолонии, которые экспрессируют TDD, это нам говорит о том, что перед нами опухолевый процесс, и в данном случае это тельфобластный ликоз. Также в пользу опухоли нам может говорить, скажем так, неправильная экспрессия тех или иных маркеров, неправильное соотношение. К ним относится рестрикция легких цепей иммуноглобулинов. То есть, как на данном слайде, мы видим лимфоплогомоцитарную лимфому, в которой отсутствует экспрессия капа, и опухолевые клетки экспрессируют лямбли. То есть, в норме они экспрессируются где-то 3 к 2 к 1. Также в пользу опухолевого процесса нам говорит коэкспрессия CD5 и CD20, то есть условно клеточного линейного маркера и баклеточного линейного маркера. А также экспрессия циклин-Д1, такая выраженная диффузная, в норме циклин-Д1 в клетках не экспрессируется. И вот такая сочетанная экспрессия CD20, CD5 и выраженность экспрессии циклин-Д1 характерна для лимфомоцитарных клеток зономантии. Лучше мы в диагностике лимфопролиферативных заболеваний мы иногда прибегаем к молекулярно-генетическим методам исследования, в частности, реакциям гибридизации ин-ситу. К ним относится флюоресцентная реакция гибридизации ин-ситу, с помощью которой мы можем выявить какие-то крупные хромосомные поломки, например, увеличение копийности генов, амплификация, либо транслокация. Пару слов, как работает фиш-исследование. Есть зонд, который комплементарен к определенным участкам гена, который мы исследуем. Этот зонд маркируется флюоресцентным методом. И вот на данном слайде изображена флюоресцентная гибридизация ин-ситу с генами ЦМИ, БСЛ2 и БСЛ6. В норме ген состоит из двух участков. Один маркирован красной флюоресцентной меткой, другой зеленым. И нормальный паттерн окрашивания – это когда красная и зеленая метка находятся рядом. Иногда сливается такой желтый метк. И ненормальный паттерн – это когда красный и зеленый сигнал разрываются. То есть происходит транслокация гена ЦМИ. Это так называемая проба на точку разрыва, либо брейкопар. И также мы используем хромогенную ин-ситу гибридизацию для выявления ринка вируса Эпштейн-Бар. Можем увидеть на данном слайде опухолевые клетки, опухолевые клетки позитивный Эпштейн-Бар вирус. На этом у меня всё. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok